За прошедшую неделю на территории Ненецко-автономного округа зарегистрировано 166 происшествий, из них 24 преступлений, 21 из которых раскрыто. По трём проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 38 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За неделю произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 2 человека. Причинён материальный ущерб. Так, 8 декабря текущего года около 18 часов в районе пешеходного перехода по улице Первомайской города Наринмара водитель иномарки 1983 года рождения совершил наезд на девочку 2002 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок госпитализирован в хирургическое отделение Ненецкой окружной больницы. По данному факту сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники отдела ГИБДД Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу напоминают водителям о том, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами. Водитель автомобиля вблизи нерегулируемого пешеходного перехода обязан снять скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих в проезжую часть или вступивших на неё для перехода. 8 и 9 декабря 2016 года на территории города Наринмара и посёлка Искателей проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Снегоход». Было задействовано 4 сотрудника ГИБДД, один инспектор гостехнадзора. Проверено 17 транспортных средств, выявлено и пересечено 9 правонарушений. В минувшую пятницу и субботу на территории города Наринмара и посёлка Искателей сотрудники госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». Целью которого являлась профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, а также соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами. В ходе мероприятия сотрудникам ГИБДД проверено 75 единиц транспорта, выявлено и пересечено 10 административных правонарушений. Госавтоинспекция Ненискоавтономного округа напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и осторожными на дорогах города и посёлка, учитывать метеоусловия. С 9 декабря по 11 декабря 2016 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный город». В охране общественного порядка было задействовано 14 сотрудников полиции и 12 сотрудников Федеральной службы войск Национальной гвардии. Нарушение общественного порядка не допущено. С 28 ноября текущего года и до окончания убойной кампании на территории Ненискоавтономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Тропа-2016». Фактов незаконной охоты не выявлено. 5 декабря 2016 года двое сотрудников отдела уголовного розыска, находясь в служебной командировке в городе Дубовка Волгоградской области, задержали гражданина 1986 года рождения, находившегося в федеральном розыске. Подозреваемого в совершении преступления на территории Ненискоавтономного округа по статье «Подделка изготовления или избыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков путем использования заведомо подложенного документа». В настоящее время для проведения следственных мероприятий мужчина доставлен в следственный отдел Министерства внутренних дел России по Дубовскому району Главного управления МВД России по Волгоградской области. Также в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела Уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел России по Ненискоавтономному округу задержан гражданин 1958 года рождения, находившийся в федеральном розыске, подозреваемый в совершении преступления на территории Ненискоавтономного округа, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации, угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью. Согласно постановлению Наринмарского городского суда, гражданин помещен в изолято временного содержания Управления Министерства внутренних дел России по Ненискоавтономному округу. 7 декабря текущего года к участковому полномоченному полиции поселка Индиго Ненискоавтономного округа с заявлением обратилась жительница поселка. К заявлению женщина рассказала, что с банковской картой ее несовершеннолетнего сына похищены денежные средства. Со слов матери потерпевшего сотрудникам полиции стало известно, что 6 декабря текущего года ее несовершеннолетний сын в ходе общения в социальной сети ВКонтакте со своим приятелем приятель сына попросил положить на хранение свои денежные средства на его банковскую карту. Подросток не отказал другу и для перевода денег отправил ему реквизиты своей банковской карты. Через некоторое время приятель снова написал сообщение, что для перевода его денежных средств на банковскую карту подростка ему необходимо знать код, который потерпевший должен получить сообщение на мобильный телефон. Ни на секунду не усомнившись в правдивости намеренности своего друга, подросток отправил ему код, полученный в сообщении. Спустя непродолжительное время на мобильный телефон подростка пришло сообщение о снятии с его банковской карты денежных средств в сумме 4000 рублей. Подросток решил разобраться с случившимся и позвонил своему приятелю. В ходе беседы друг рассказал потерпевшему, что спал и не писал ему никаких сообщений в социальной сети. Сотрудники полиции установили, что мошенники взломали страницу подростка в социальной сети и от его имени путем обмана пытаются завладеть денежными средствами его друзей. По факту мошеннических действий сотрудники полиции проводят предварительную проверку. 9 декабря 2016 года, накануне Дня Конституции Российской Федерации, в целях популяризации государственных символов России и патриотического воспитания, в актовом зале Ненинского краеведческого музея состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста. Организатором данного мероприятия выступили представители регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи Ненинского автономного округа, совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу. Всего в торжественной обстановке юным гражданам Российской Федерации вручено 15 паспортов. 11 декабря 2016 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо в городе Наринмаре незаконно реализует алкогольную продукцию, размещая указанную информацию в социальной сети друг вокруг. В ходе проверки сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу установлено, что гражданин 1991 года рождения, осуществлявший продажу алкоголя, доставлял заказ на автомобиль и во время очередной продажи он прибыл на адрес, указанный покупателем, где продал бутылку водки объемом 0,5 литра стоимостью 500 рублей. Правонарушитель привлечен к административной ответственности по статье «Незаконная продажа товаров», свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции изъято около 5 литров алкогольной продукции. По результатам проверки материалы административного расследования будут направлены в Мировой суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Органами дознания Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу по отношению местного жителя 1977 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Так, 2 декабря 2016 года в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Тропа-2016», направленного на профилактику недопущения фактов незаконной добычи и отстрела животных, на пятом километре автодороги Наринмар-Красная сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействию коррупции Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу остановлены для проверки два снегохода, к одному из которых были прицеплены сани волокуши. В ходе осмотра саней, принадлежащих 39-летнему жителю Наринмара, полицейские обнаружили разделанную тушу лоси. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции стало известно, что 30 ноября текущего года около 10 часов, находясь в 13 километрах в восточном направлении от озера Селиндей Ненецко-автономного округа, задержанный из охотничьего ружья осуществил отстрел одной особи лоси, не имея на это соответствующей лицензии. Для проведения проверочных мероприятий полицейскими изъяты орудия незаконной охоты, ружье, два снегохода и сани волокуши. Уважаемые граждане! Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу предоставляет государственные услуги по проведению добровольной дактилоскопической регистрации. В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи. Пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию можно на личном приеме с понедельника по четверг, с 9 до 13, с 15 до 17 часов, в пятницу с 14 до 17 часов, телефон для справок 42378-45702. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова